Партийная жизнь Вот скажите, замерла она сейчас или нет? Продолжаете вы какую-то деятельность? Вы знаете, вот как-то так последние несколько десятков лет мы с вами всё время живём в сложные-сложные времена, и легче не становится. Есть такая песня. Вся жизнь прошла на фоне революции, кризисов, инфляции и прочего. Есть хорошая песня у Семёна Слепакова на эту тему «Будет следующий год лучше, чем предыдущий». Оказалось, что на самом деле он был лучше. Вот. Естественно, политическая жизнь, она не останавливается. Задаёт тренд этому прежде всего партия власти, которая на сегодня принимает законы, ужесточающие наши, уменьшающие наши с вами свободы и возможности. Я говорю о законе о полиции. Кстати, принимался он на фоне событий, происходящих в Америке, которые действительно захлестнули сегодня, в том числе и Европу. Как раз вопрос, касающийся превышения полномочий полицейских, сегодня вывел тысячи людей на улице на этом фоне в нашей стране, при том, что всех людей посадили дома на карантин, на самоизоляцию в условиях ковида. Государственная дума приняла быстро, без обсуждения, фактически закон о расширении полномочий полиции, который фактически сегодня может сделать всё, что посчитает нужным. И все мы… На самом деле это даже не увеличение полномочий полиции, а это признание того, что граждане у нас сегодня фактически становятся абсолютно беззащитны прежде всего перед государством. Немножко поясните, то есть вы считаете, что этот закон больше даже политического характера, да? То есть он каким-то образом правограждан, скажем так, ущемляет? Ну, конечно. Например, сегодня у представителей защитников правопорядка появляется возможность в вашу машину проникнуть, затем не представляясь, например, совершать какие-то действия, а потом уже, если считают нужным, представиться. Ну и ряд таких изменений. Но это не единственный закон. Также внесены изменения у возможности электронного голосования. Мы видим, что сегодня власть вместо того, чтобы понижать градус социального недовольства, который сегодня есть у нас в стране, все мы это видим и ощущаем, вместо того, чтобы понижать его за счёт увеличения роста уровня жизни, доходов населения, делает всё для того, чтобы закручивает гайки, ужесточает сегодня законы, делает нас абсолютно беззащитными, как я уже сказала, сегодня перед фактически государством, да? Но когда бывает очень сильно гайки закручивает, потом срывает всю резьбу. Вот я не удивлюсь, что, а это вероятнее всего, и мы сегодня видим то, что происходит в других странах, такие действия, они лишь действительно ещё больше будут провоцировать сегодня, ну, очень и без того сложную ситуацию, вот, и возмущение людей, которое вылится, ну, может вылиться в разных формах. Мария, если возвращаться к нашему региону, какие основные, может быть, проблемы, да, с которыми обращаются жители нашего края в вашу организацию, в местные ячейки, потому что, ну, вы же тоже держите руку на пульсе, да? Вот что волнует, что прежде всего, может быть, необходимо решить, какие проблемы решить в нашем регионе, это же важно? Владимир, рвётся там, где тонко. Ситуация с ковидом-19 абсолютно оголила те проблемы, о которых мы говорили на протяжении нескольких лет. Как можно сегодня уничтожать первичное звено? Мы сегодня говорим о закрытии, прежде всего, в сельской местности, районных больниц, целых отделений, роддомов. И затем разводим руками, говорим, как же так? Почему у нас такая ситуация складывается, что люди в районах, фактически, да, сегодня вот говорят о том, что на одном из заседаний, значит, не буду называть фамилию, представитель власти говорит, вы знаете, в районах люди больше ходят в маске, чем в городе, даже в магазин за салом. Я говорю, ну, в районе просто у людей, кроме маски и сала, другого лекарства нет. И поэтому они сегодня понимают, что, не дай бог, если кто-то заболеет или заразится, то им никто не поможет. Ведь сегодня мы, опять же, возвращаясь к конституции, предлагаем какие-то новые там вещи, прописные истины закрепить, а те основы конституции, которые сегодня уже есть, доступность медицины, образование, они же вообще в открытую попираются. Ни школы сегодня полноценные мы не видим в районных даже центрах, они… У нас учитель физкультуры ведёт и химию, и математику, является директором школы там в ряде районов. Про больницы я вообще молчу. Сегодня ситуация вопиющая с диагностическим центром. Ведь это одно из самых высокотехнологичных, передовых, медицинских учреждений, в котором, в принципе, с финансированием никогда не возникало проблем. Вот ко мне на сегодня обращаются в том числе и медики из диагностического центра. Тут вопрос в том, что действительно это кадровый просчёт и, скажем так, недалёкость руководителя конкретного учреждения. Или это планомерная политика, саботаж, срыв на сегодня, выполнение постановления или поручений президента всё-таки в условиях ковида о выделении средств для медиков, тех, которые сегодня в этих условиях работают. Да, некрасивая история вышла на федеральный уровень, но, может быть, действительно сейчас разберутся в этой ситуации. И наверняка наши представители партии различных тоже контролируют ситуацию. Чтобы людей просто не уволились за то, что они сказали правду. Может быть так. Владимир, понимаете, в чём проблема? В этой ситуации разберутся. В ситуации у нас с ортопедическим отделением кто-то, бедный врач, вынужден будет приносить извинения очередной какой-то. Ни один чиновник извинения не приносит. А сегодня врачи, медиков, люди, которые с одной стороны висят фотографии, билборды и говорятся красивые речи членами правительства, «Спасибо вам за всё». При этом людей фактически сегодня просто унижают. Они работают в нечеловеческих условиях. И ещё должны, вынуждены сегодня выходить на улицу, обращаться, как вы говорите, к представителям политических партий, для того, чтобы защитили их права. Вы вообще понимаете, какая вопиющая ситуация? С одной стороны, это же абсолютная ложь и профанация, то, что сегодня творится, в том числе у нас в крае. И прежде всего в системе здравоохранения. Вот конкретно в этих ситуациях. Да, может быть, и этот вопрос решится каким-то образом следующий. Но это же должна быть система. Получается, там, где врачи не выходят на улицу или не выходят жители, не защищают конкретный роддом, не поднимают тревогу, не бьются или конкретную больницу. Кстати, я буквально вернулась недавно из Михайловского района. Там действительно достаточно недавно, наверное, уже около года прошло, как приезжала, тоже история была, министр здравоохранения. Вопрос также был в поселке Малиновое озеро. Были даны обещания о сохранении отделений в полноценном объеме. На сегодня это не выполнено. У нас зачастую, вот в последнее время это все чаще и чаще складывается. Да, есть определенная прозрачность, открытость власти с одной стороны. С другой стороны, большую часть на сегодня мы видим, что все ограничивается лишь красивыми посылами, обещаниями, а до реализации, до дела это, к сожалению, не доходит. Вопрос в том, что либо это такая позиция, все говорят, и ты говори, да, либо это, скажем так, непрофессионализм исполнителей и отсутствие контроля за исполнением тех решений, которые сегодня принимаются на уровне министерства, на уровне правительства Алтайского края. Это уже тогда вопрос к губернатору Виктору Петровичу Томенко. Он должен спрашивать, да, или там к министру здравоохранения Попову, почему у нас такая ситуация складывается, почему он дает обещание о том, что у нас в поселке Малиновое озеро будет полноценно функционировать там несколько отделений, в том числе и круглосуточные, в том числе и педиатрические, и на сегодня эти обещания не выполнены. Это дискредитирует его, естественно, как министра, ну и в целом говорит о том, что мы на сегодня вообще уже не можем рассчитывать даже на то, что личное участие, да, или личные гарантии, фактически человек, который за это отвечает, могут нам дать какие-то, ну хотя бы надежды на то, что последние больницы не будут закрыты. Мария, будете участвовать в довыборах в Краевой парламент? Я могу сказать, что я голосовала против проведения довыборов, потому что опять же в сложившейся ситуации тратить бюджетные средства на то, чтобы там на год избрать очередного депутата, причем я вот говорю депутатом от Единой России. Слушайте, вам вообще не стыдно будет идти к избирателям и говорить? Наших двух товарищей просто суд осудили, да, они оказались там воришками, поэтому вот сейчас давайте еще новых изберем. Мы на это деньги потратим. Ведь три депутата от Единой России сегодня лишились мандата, один по собственному желанию и два как раз по судебным решениям. Как сегодня можно тратить средства, а они достаточно крупные и серьезные, опять будут лица этих красивых, счастливых кандидатов в депутаты в висеть. При этом у нас элементарных каких-то средств нет сегодня, как я уже говорю, там намазки медицинские в районах и в селах. Поэтому мы и вступали против. Мария, большое спасибо за содержательную интересную беседу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании Мария Прусакова. Спасибо за внимание, до встречи.